Друзья, всем привет! Меня зовут Лена и вы находитесь, как всегда, на канале Читоки. Я вас рада приветствовать! Для тех, кто меня не знает, прошу познакомиться. Для моих же постоянных зрителей добро пожаловать! И сегодня мы с вами опять поговорим о парфюмерии. Сегодня замечательный праздник, День влюбленных, 14 февраля. Думала, я хотела записать видео на тему 14 февраля, на тему ароматов для влюбленных, но, во-первых, немножко опоздала, и, возможно, даже в видео это я не успею выложить. Ой, 14 февраля выложу чуточку позже, наверное, просто не успею, наверное, уже смонтировать. Вот, а по поводу того, почему не сняла видео именно об ароматах для влюбленных, это потому что, ну, как сказать, и не успела, и, в принципе, нет у меня такого, не сложилось, не успела у меня в голове сложиться такая, что ли, иерархия ароматов, не знаю. Была идея такая, подобрать ароматы по моему вкусу, да, вот для более молодых девушек, там, которые у меня ассоциируются, не знаю, со свиданиями, романтизмом и так далее, вот, и для более таких уже отношений, да, в возрасте, там, и так далее. Но что-то не сложилось, не знаю, почему-то руки не дошли, и не было такого прям вдохновения. Все почему-то вдохновились, да, праздником, чтобы наснимать таких видео, а я почему-то не вдохновилась. Но вдохновилась совсем другой тематикой, и сегодня буду вам рассказывать про, я уверена, среди парфюмерных любителей всем известной марки, я буду вам рассказывать о марке Терри Мюглер. Не знаю, как кому привычно, удобно его называть Терри Мюглер, и Терри Мюглер, и так далее. Так вот, раньше, когда я была немножко помладше, не была знакома с маркой, отдаленно слышала что-то об Ангеле, да, но прямого такого знакомства не имела, и почему-то не находила марку интересной. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос, почему, как так вышло. Может быть, отпугивала в какие-то там студенческие годы цена, может быть, какие-то специфические вызывающие ароматы, но, тем не менее, пришла я к этому не сразу, шла очень долго, и, по сути, только в этом году по-нормальному распробовала ароматы, и теперь хочу многие из них иметь в коллекции. Ну и, как следствие, имею уже некоторые в коллекции. Была у меня такая привычка покупать маленькие форматы, потому что, ну, как бы, ароматы действительно неординарные, и сначала я хотела начинать знакомство с малышей таких, там, по 15 мл и так далее, и, в принципе, с них я знакомство и начала, и накупила себе несколько ароматов маленьких, а потом уже, конечно, начала переходить к более объемным версиям, и сейчас у меня уже целый список хотелок, и я, пожалуй, все-таки смогла выделить такой свой мини-рейтинг среди ароматов, которые мне... Они мне нравятся все безумно. Ну вот от самых тех, скажем так, которые я реже всего ношу, до самых топовых, которые ношу прям очень-очень часто. И первый аромат закидает меня сейчас, наверное, камнями, тухлыми яйцами и так далее, аромат, который, к сожалению, я ношу реже всего. Это вот такая вот прелесть, ну, я уж, наверное, ну, не знаю, стоит ли называть даже название, конечно, для людей, которые смотрят о данной марке первый раз, и которые вообще не слишком углубляются, да, в тему парфюмерии. Это у нас Терри Мюглер Анг... Боже, вот, сказала, все знают, все знают, а название я неправильно называю. Это у нас Пришелец, Эллиен. У меня такая маленькая версия в виде такого талисманчика, он так, по-моему, и называется, что-то вроде талисман. Это, как написано здесь, заполняемый флакон. Не знаю, каким-то образом, наверное, он раскручивается. В общем, вот такая вот милая прелесть. На самом деле, это отдельная тема о оформлении, о дизайне флаконов у Терри Мюглера. Это действительно реально отдельная тема. Я даже не хочу себя затрагивать, они все просто шедевры. Маленькие и большие шедевры. Конечно, основная тема у нас здесь проходит, это космос, что-то космическое, ангелы, пришельцы, звезды и так далее. И вот такой вот пришелец, который поселился у меня в коллекции самым-самым первым. Тестила я его первый раз прошлой зимой, и прошлой же зимой он меня очень сильно зацепил, и очень сильно хотелось иметь его в коллекции. Но на тот момент показался мне дороговатым полноценный флакон парфюмированной воды, поэтому взяла вот такой вот маленький, кстати, это у нас Edo Parfum. Потом я уже обросла впоследствии кучей пробников. Почему-то каждый раз с каждой покупкой в бутиках от Терри Мюглера товаров мне постоянно кладут несколько пробников, именно Элена. У меня уже собралась реально стопочка пробников туалетной воды, стопочка пробников парфюмерной воды. И как не жаль, это аромат, который я ношу меньше всего. И, конечно, я нашла этому объяснение. Это жасмин, что я, в принципе, хотела от аромата, в котором основная и главная нота жасмин. Но в тот момент он мне показался каким-то таким особенным, не таким жасмином, который везде, не таким жасмином, который я слышу в обычных люксовых ароматах, каким-то дерзким, каким-то более обыгранным, интересно. Со временем, когда я начала его носить, иногда в некоторую погоду, вот особенно осенью, в дождь, мне он выдает все-таки такой жасмин, который я не очень люблю. Не знаю, как это объяснить. Вот такой, что ли, масс-маркетовский, какой-то совсем не мюглеровский жасмин, не тот, который вот стартует, не тот, которым стартует аромат. Он, конечно, шикарный, он, конечно, классный, но для меня это аромат, который требует своей погоды. Я его люблю носить в мороз, зимой, иногда, даже пару раз я его носила летом. Хотя я представляю, что вы сейчас подумаете, да, он жутко может задушить, но совсем-совсем капельку можно. Почему-то вот в дождь, почему-то весной и осенью немножко он меня не порадовал, но отчаиваться не буду. Это аромат... Вот не ассоциируется у меня этот жасмин с каким-то цветением, с весной нет. Почему-то мюглеровский жасмин для меня холодный, он для меня действительно какой-то космический, металлический, жесткий и колкий. То есть это не теплый согревающий жасминовый чай, да, допустим, а какой-то такой колючий инопланетный жасмин, колкий и, кстати, для меня достаточно синтетический. Я не знаю, как отличать жасмин, да, там синтетический от более натурального, но знаю масла, масло жасмина, которое есть у меня из арабских масел. Тот жасмин я вообще еле-еле с трудом переношу, но он такой какой-то натуральный, настоящий, как будто бы природный. Этот же жасмин более такой синтетический и более придуманный для меня это какие-то фантазии на тему жасмина, какие-то жасминовые сны. И, в общем-то, мне он нравится, но, опять же, повторюсь, требует свою погоду и, что самое главное, требует все внимание носительницы на себя. То есть он очень ярко вызывающий, что ли. Поэтому, ну, главное не переборщить и подобрать нужное время года. Вот. А следующий аромат, который, опять же, уже по шкале идет дальше, по тому, как я к нему привязалась, это, ну, конечно, 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 вот эта вот милая и замечательная звездочка. Давно я хотела купить полноразмерную, хотя бы 50 миллилитров, пока приобрела только вот такую малютку, использовала, износила только каплю. Объясню, почему. Несмотря на ту огромную, богатейшую пирамиду, которая обладает данный аромат, это просто, наверное, действительно шедевр произведения искусства парфюмерного и так далее. Но, как бы для меня, этот аромат ассоциируется вот и с детством, с одной стороны, а с другой стороны, как раз, вот знаете, у многих ассоциируется детство с какой-то Красной Москвой, не знаю, с ароматами Новой Зари, у меня в большей степени ассоциируется как раз с ароматом Ангел. Кто смотрел мои видео, когда я снимала у своей бабули, там у нее стоял такой аромат в длинной синей бутылочке, он назывался Стич. Я еще рассказывала, что это одна из первых была номерных парфюмерий, арабских причем. И что было интересно, я не знала, конечно же, я не знала, что это закос, копия, клон Ангела, но аромат мне безумно нравился, то есть из всех дорогих маминых, бабушкиных французских парфюмов мне всегда хотелось достать эту длинную синюю бутылочку, понюхать ее, и мне он очень нравился, и даже было одно время, я помню, я была маленькая, она может быть мне была лет 8, и на какой-то из праздников какая-то из, не знаю, родственниц моих умудрилась мне подарить хорошие духи. Не знаю, как детям дарят ли в таком возрасте какой-то аромат духи, но я помню, что это была не просто какая-то детская парфюмерия, а что-то действительно такое дорогое. А у мамы стоял как раз, или у бабушки, вот этот флакон Стича, и я помню, он мне так нравился, что мама просто схитрила, или бабушка, я тоже не знаю, и мне предложили поменяться. Мол, вот тебе этот синенький флакончик, который тебе так нравится, а ты нам отдай вот эту вот свою бутылочку. Я поменялась даже не раздумывая, потому что тот, который мне подарили, мне сразу показался каким-то таким, ну, типа женским, там, сразу я понюхала и думаю, ой-ой, даже вот я тогда маленькая, еще такие мысли были, даже кукол им не напшикаешь. Вот, и, конечно же, я его с удовольствием отдала и забрала вот эту синюю бутылочку. Мне никто не давал им, по сути, пользоваться, потому что, сами понимаете, там, 8-9 лет в школу никто из родителей, наверное, не разрешает попользоваться ароматом каким-то ребенку. Я могла максимум попшикаться, там, дома, куда-то пойти погулять, когда выходила во двор, или, там, кукол действительно пшикать этим ароматом. Но он мне так въелся в память, и только вот прийдя домой к бабушке спустя столько лет, ну, понюхав этот аромат, я поняла, что он мне дико что-то напоминает. И когда я погуглила, я увидела, что стич, вот это первая номерная, ну, одна из первых номерных парфюмерий на то время, и что вот именно вот этот голубой парфюм, это копия как раз ангела. И копия очень похожая, как я сейчас могу судить, очень похожая. Я искала этот аромат во многих парфюмах, я даже когда вот снимала видео вам о ароматах Аль-Харамейна, там был аромат Айша, который мне очень напоминает как раз ангела. Первый вот я заметила Айшу, я его нюхала и думала, боже, как же он мне напоминает вот этот бабушкин голубенький флакончик. И только тогда до меня дошло, что это все-таки ангел. Огромное получилось предисловие, но я просто объяснила, почему же я его не могу так часто носить. Вот эта плотная ассоциация с детством, с бабушкой, с вот такими вроде приятными воспоминаниями, но с другой стороны вот относящие меня в прошлое. Иногда хочется открыть, понюхать, нанести, но не всегда хочется носить и ощущать это на себе. Я не могу абстрагироваться от этих воспоминаний и разложить аромат по нотам и сказать, что я чувствую. Сейчас, когда я просто закрываю глаза и пытаюсь уловить, что же я чувствую. Я чувствую там ананас немного, я чувствую сандал, я чувствую бабы тонко, я чувствую какой-то мускатный орех, возможно. Да, это все есть понемножку, но выделить как-то и что-то я не могу. Я думаю, что, ну, просто люди, которые увлекаются парфюмерией, они знают, как пахнет ангел, что мне об этом рассказывать, да. Но, если кто не знает, познакомиться это стоит того. Не все его могут носить, но познакомиться однозначно стоит. Для меня, при том, что аромат пришелец, он эллиан более холодной, колкий, аромат ангел для меня наоборот. Он прямо противоположный. Он теплый, он согревающий, он глинтвейн, такой кофейный, он как кофе с молоком в холодный вечер. Он согревающий, сливочный, я бы так даже сказала. Поэтому стоит и радует, точнее, лежит и радует. Вот, пожалуй, один минус большинства мюглеровских флаконов, это то, что они не могут стоять и радовать, они всегда лежат и радуют. Они реально, никак их не поставишь, причем, как и полноразмерные версии тоже. И третий аромат, который я вам покажу сегодня, это, опять же, ангел, только его вариация, которая называется ангел муза. ангел муз. Потрясающая упаковка, точнее, флакон полноценный, он мне жутко нравится. С музой у меня сложилось немного для меня, не знаю, грустная, неразгаданная еще до сих пор мной история. Я побежала за этим ароматом и купила, по сути, вот эту малипуську, потому что увидела, что там в составе есть очень классная нота ореховой пасты, шоколадно-ореховой пасты. И что самое смешное, когда я пришла в магазин, в бутик его тестить, я из большого флакона, который вот стоял тестер, я почувствовала эту пасту, я нанесла, это прям вот, ну я не знаю, это нутелла какая-то, это кофе, это капучино с ореховым сиропом, это вот все-все-все. Я сразу схватила этот маленький флакончик, он тогда еще был со скидкой, это тогда еще была новинка, и он последний стоял на витрине, вот такой маленький, я его купила, но начала носить где-то только через неделю, до него дошли руки, я поняла, что ну вот что-то не так, вот хотите верить, хотите нет, я не знаю, это стопроцентный оригинал, я его покупала в большой сети магазинов, я его пробивала по бачкоду, но вот не знаю, как это объяснить, этот аромат, который у меня, он как будто бы отличается от того, что я нюхала в тестере, я это как-то связываю с тем, что тестер стоял старый, и ну такой уж, ну как старый, это в принципе был год новинка, да, это по-моему я вытестила в конце 2000, точнее в начале 2017, а вышел он в 2016, ну буквально несколько месяцев прошло, но тестер явно уже эти несколько месяцев простоял вот там на свету, на витрине, и там была уже половина, поэтому я связываю это ни с чем иным, как с тем, что аромат там уже настоявшийся, и возможно немножко уже начавший концентрироваться, и как-то преобразовывать, не знаю, свою формулу, потому что в моем аромате я чувствую эту ореховую пасту вот просто по минимуму, это меня так расстроило, это классный аромат, он опять же тоже согревающий, он мне почему-то именно пахнет, пахнет вот капучино с ореховым сиропом, и сверху с мармеладками маршмеллоу, но вот той ореховой пасты, той нутеллы, которую я чувствую в тестере, и до сих пор чувствую, когда прихожу, мне ее не достает почему-то в моем флаконе, может быть это зависит от разлива, может это зависит как-то от партии, хотя не хочу верить, что вот такой крупной, да, компанию, такого классного бренда, есть вот эта зависимость там, от разлива партии и так далее, не знаю, не могу ответить на этот вопрос, может быть это моя личная какая-то паранойя, но мне кажется, что мне налили, точнее чего-то не долили, как будто меня обделили, вот этой вот замечательными этими орехами, которых всем положили, а у меня их нет, я их очень хочу, и надеюсь, что может быть он чуть-чуть полежит, может быть он чуть-чуть отстоится, может быть с ним что-то тоже случится, он как-то преобразуется, а может быть я этого просто не слышу, я не понимаю, как я могу это слышать в тестере до сих пор, а здесь вот не слышу, а так в принципе аромат замечательный, он красивый, опять же, вот единственная ассоциация, это у меня блинчики с шоколадом, и с нутеллой, не знаю, и ореховый капучино, вот почему-то только так, следующее, чтобы не затягивать, аромат, который я приобрела буквально недавно, я думаю, что все из вас уже о нем видели и знают, это нашумевшая новинка года, это у нас аура, точнее, это новинка у нас, а, ну да, уже 2018 года, я думала, почему-то 17, но написано на фрагрантике, что, ну, старт продаж, а старт продаж намечен на 2018, ну да, все верно, а новинка, она 2017 года, да, ведь на фрагрантике был вот этот, распределяли места среди флаконов, там, новинок и так далее, да, я помню, аура там, по-моему, заняла первое место, по флакону точно, не могла удержаться, не могла не взять, это 30 миллилитров, не знаю, вот абсолютно не разделяю мнение всех ругающих, не накаплю вообще, это лучшее, я вот действительно считаю, это одним из лучших, если не лучшим ароматом, выходившим за последнее время, в этой ценовой категории, и вообще в принципе в люксе, и вообще в принципе у Мюглера за последние годы среди всех этих фланкеров, да, то есть аура, это у нас получается уже четвертый флагман, начинающийся на букву А, да, у нас был Alien, Angel, Amen или Amen, и вот аура, на самом деле, более необычного, более неординарного, аромата я сейчас вспомнить и найти не могу, с таким вот направлением, для тех, кто еще не знаком, я прочитаю все-таки пирамидку, она состоит из четырех нот всего лишь, это лист ревеня, я, если честно, не знаю, как пахнет лист ревеня и вообще сам ревень, это у нас апельсиновый цвет, ваниль и древесная подложка, древесная подложка в виде чего у нас она тут, ну просто древесные аккорды, древесные ноты, что дает вот это сочетание, это не описать даже словами, с чем его только не сравнивают, и с таблетками от кашля, и с микстурами, и с доктор там, момом, и всякими-всякими тухлыми водами, травами, разнотравями и так далее, вот вообще нет, я не знаю, мой нос может какой-то другой, но я отношусь к тому лагерю, которые были просто покорены, пленены этим ароматом, во-первых, стоит отдельно сказать о флаконе, очень много придирающихся людей, которым не нравится, вот эта пластиковая верхушка, ну что вы хотите, я просто не понимаю, чего вы хотите здесь, здесь, ну может быть, я согласна, может быть, вот это можно было сделать металлическим, да, вот эту вот штучку, но вот эта верхатура, все же вы, наверное, знаете, что в парфюмерии не делают крышки из металлических элементов, либо это металл, который внутри там прорезинен или покрыт пластиком, металл окисляется под воздействием масел, спирта и так далее, из чего можно было бы еще сделать эту конструкцию, как не из пластика, то есть, как бы, это же достаточно сложная конструкция с таким красивым пульверизатором, на мой взгляд, может быть, вот с этой можно было бы что-то сделать, но я тогда не представляю, сколько бы стоил этот флакон, будь он вот в таком металлическом обрамлении, да, меня полностью устраивает это оформление, оно не облазит, оно не смотрится, как по мне, дешево, оно очень удобно в использовании, никаких у меня нет нареканий по поводу внешнего вида этого флакона, поэтому всех, кто бурчит на то, что неудобно, там и так далее, не знаю, для меня это очень, неординарное, необычное и классное решение, этот цвет, это просто, его можно смотреть, разглядывать, держать, как какой-то камушек, изумрудик, не знаю, и не выпускать из рук, через него так классно смотреть на свет, он так светится, то есть, когда вы направляете на лампу, он реально светится, он отдает какое-то магическое освещение, и он, ну, потрясающе красивый, удобный, по поводу аромата, стартует, он вообще, один из самых ярких, один из самых резких, в принципе, мне кажется, у Мюглера, я даже, когда пробник, мне давали этого аромата, в магазине, мне сказали, девушка, только аккуратно, один пшик, потому что аромат, очень стойкий, очень резкий, стойкость, ну, я не знаю, с чем ее можно сравнить, просто не знаю, отливала данный аромат, девушки одной отпшикивала, и после того, как свежий вот, напшикала, здесь остались капельки по кругу, положила его в шкаф с парфюмерией, шкаф с парфюмерией, пахнет по сей день, только этим ароматом, там стоит целая коллекция, но я открываю, и я чувствую только ауру, только ее, халат у меня пахнет до сих пор, даже после стирки, на который я попала каплями ауры, минимальный расход, не знаю, насколько мне этих 30 миллилитров хватит, я думаю, очень-очень надолго, цена, конечно, мюглерская, ничего не скажешь, но, мы давно уже, наверное, привыкли платить за бренд, к сожалению, вот, но здесь есть, и за что заплатить за содержимое, если говорить об аромате, я согласна полностью с мнением людей, которые считают, что вот эта реклама, она подобрана была очень кстати, это действительно что-то, что напоминает русалок, что-то такое ведьминско-колдовывающее, ядовитое, и оно действительно дает ассоциацию с какой-то речной водой, болотистой водой, но в хорошем понимании, да, с какой-то тиной, да, с какой-то травой, но не вонючим каким-то болотом, а с таким вот загадочным, таинственным, киношным, таким вот покрытым, для меня представляется туманом, туманной такой дымкой, болотом, или озером, или рекой, в котором ночь, такие сумерки, и там вот обитают какие-то всякие неизвестные русалки, животные, рыбы и так далее, почему-то, я не знаю почему, у меня идет ассоциация с фильмом Ви, вот новый фильм, который, ну не новый, а в принципе современный фильм, который вышел там в 2013, по-моему, году, там где вот, по-моему, вот эта панночка, она там купалась что ли в озере, и вот эта атмосфера, немножко даже пугающая, мистическая, но при этом такая завораживающая, она у меня полностью ассоциируется с этим ароматом, он действительно мистический, если говорить более приземленно о нотах, да, он немножко попахивает чем-то лекарственным, в начале, и при том, что у него сладко-ванильно-древесная база, вот это как раз лекарственно-травяная нота, не дает скатиться, вот в приторную сладость попсовых, попсовых и нынче модных ароматов, но она не дает ему уйти вот в эту вот попсу, она держит его на уровне, и постоянно вот так вылазит, вот я вроде как вдохну, так, ммм, сладко-притерно, а потом раз вот эта нота, и ты, а нет, нет, вот там есть эта травинка, есть вот эта болотинка какая-то, аромат чудесный, я бы советовала всем и каждому, хотя бы просто для ознакомления, хотя бы просто затестить, просто попробовать, он классный, и чтобы не рассказывать, уже сто лет вас тут мучить, перейду к последним двум, точнее один у меня вот такой вот в пробнике, я специально помню, мне давали женские ароматы, ой, в пробниках, но я попросила дать мужской, потому что очень мне было интересно, попробовать вот этот Амен, Эймен, не знаю, на себе, честно сказать, я быстро сейчас о нем буквально в двух словах расскажу, самое интересное, что мне нравятся практически все фланкеры этого аромата, Эймен, но сам классический вот этот Эймен мне не нравится, я не знаю, почему я его как к нему только не подходила, и кстати, да, не удивляйтесь, это мужской аромат, и дальше я в принципе буду рассказывать о мужских ароматах, я их с удовольствием ношу, они мне нравятся, они, я считаю, мне подходят, и чтобы не было вопросов, да, ты там мужской носишь, и так далее, ношу с удовольствием, люблю, обожаю, нюхаю, поливаюсь, и так далее, вот, как сказать, Амен для меня пахнет мыльцем все-таки, замыливается у меня на руках, и даже вот это не лаванда, не знаю, что замыливается, но оставляет неприятное такое ощущение мыльного аккорда, который я в принципе не очень люблю в парфюмерии, поэтому долго о нем рассказывать не буду, нечего сказать, база интересная, но замыливается, но расскажу о своем любимом, обожаемом просто фланкере данного аромата, это у меня Амен Пьюр Тонко, просто бест, просто топ, просто самый-самый-самый любимый, готова его вдыхать и нюхать целыми днями, верхняя нота у нас мята, средняя нота лаванда, базовые ноты бобы тонко, кофе, ваниль, пачули, лакричник и какао, для всех искателей, хорошего какао, кофе, в мужских ароматах, обязательно к затесту, лаванды красивые, обязательно к затесту, вот у меня плотная ассоциация, я не могу ничего с тем поделать, он мне напоминает ЖОЗ от Эйзенберга, и мужской, и женский, они в принципе там одинаковые, не знаю, может кому-то и не будет похож, но мне очень похож, и похож именно стартом, вот этим лавандовым стартом, смешанным с бобами этими тонко, потом конечно они очень сильно идут в порознь, то есть этот аромат все-таки уходит в большую сладость, больше такую томную молочность, кофейность, ирисковость, при том как Эйзенберг остается таким каким-то строгим, каким-то настраивающим на такой боевой лад, этот же наоборот для меня очень расслабляющий, очень конфетный, я не знаю как этот аромат можно было назвать чисто мужским, для меня это абсолютный унисекс, но он очень крутой, он очень стойкий, про стойкость я вообще молчу, это может пахнуть вечно, но это лучше, один из лучших сочетаний, кофе, лаванды, вот этого какао, и бобы тонко, и пачули, это не передать словами, это нужно просто понюхать, это действительно сладкий кофейный напиток, с такими немножко мужскими конечно лавандовыми подтонами, но в базе он абсолютно унисексовый, он какао почулистый, поэтому обожаю его, отдельная тема это вот эти вот флаконы, с вот этими неудобными штуками, конечно я не могу его нормально пшикать, я издырявила ногтями уже здесь все что можно, я не могу попасть на этот распылитель, я не могу его нормально нажать, не знаю пока что я с этим делаю, так мне неохота вскрывать флакон, но наверное придется все-таки его разрезать, и снять этот чехол, хочу остальные, одно хочу только сказать, сейчас фавориты, которые пока хочу купить, это оранжевый вот этот ультра зест, зест, с взрывным красным мандарином, апельсином, что-то вроде того, и специями, и очень хочу ментол, вот эту мяту, просто не могу, вот прям мечтаю о ней, пьюр хаван нравится, но мешает какая-то нота мне в нем, какая-то такая свербящая для меня противненькая, нота какого-то прокуренного мужичка что ли, вот что-то такого прокуренного, мне не очень нравится, какой-то запах бычка что ли, вот, пьюр маут или молд, как он называется, тоже что-то мне чем-то не угодил, как вот опять же говорю, классический флагман, он самый аймен, пока в фаворе, вот пьюр тонко, и ментольчик, и оранжевенький, зест, поэтому, очень советую, всем любителям ароматов какао-кофе, всем любителям хороших унисексов, и всем любителям ароматов, которые можем поделиться с молодым человеком, с мужем, не знаю, но я готова с ним засыпать и просыпаться, я так делала где-то полмесяца, я не переставала им пользоваться, я им пользовалась и днем, и на ночь, и перед сном, хотя мой молодой человек его не берет, не пользуется, и каждый раз, когда я на себя нанесу, он говорит, что пахнет индийской лавкой, специями, вот сильно ему пахнет специями, я не знаю, я не чувствую здесь никаких прям специй, я чувствую только вкусный кофейный напиток, с разными наполнителями, но вкусы у всех разные, поэтому я, это то, о чем я хотела вам сегодня рассказать, я очень надеюсь, что вам понравилось, очень хочу, чтобы вы подписывались, писали свое мнение в комментариях, какие ароматы мюглера есть у вас, которые я, возможно, не назвала, и, кстати, очень хочу в последнее время попробовать разные фланкеры на тему пришельца, может быть, что-нибудь мне там допрягнется, кстати, дали мне недавно экстраординарной водички, еще пробник, вот хочу его еще раз пробовать, может быть, вам в скором времени расскажу, поэтому всем спасибо за внимание, вам всех приятных парфюмерных покупок, и всех вас еще раз с праздником, и пока-пока!